Руководство Франции, вот эти люди, которые возглавляли, ну Леон Блюман, другие, это были масоны. Это были масоны, самые натуральные. Вообще, когда говоришь масоны, сразу все вспоминают, значит, конспирологию и говорят, ой, про масонов это шизофрения. На самом деле не шизофрения. Значит, и в это же время такой же народный фронт создается в Испании. И он побеждает тоже, как и во Франции. И, кстати, третья страна это Чили, где была сильная угроза фашизма. Там тоже создается народный фронт, радикалы, социалисты, коммунисты и тоже побеждает. Но проводится ли политика коммунистическая, выгодная Советской России, или проводится политика масонская? Большой вопрос. Реально проводится политика масонская. Масонам тоже, как и Сталину, была невыгодна фашистская Германия. Потому что фашисты они уничтожали масонов, они им даром были не нужны. Они вообще ненавидели. У фашистов был такой пунтик. Вот у нас, например, любимый философ нашего президента Иван Ильин такой, у которого у него книжка лежит с кроватью, с нераспечатанными стрельницами, но лежит. И вот этот Ильин, он был как раз такой совершенно профашистский эмигрант, жил в Берлине. Но он через магазин книжный выписывал книги по масонам. А немцы, гитлеровцы, когда пришли к власти гестапо, стали ходить и проверять. А кто что читает, собственно говоря. А так как записано, кто что заказывает, немецкая точность, то легко было выяснить, ага, ты нехороший человек, читаешь Карла Маркса, Энгельса, Ленина, значит, ты коммуняка, иди-ка. И тут они смотрят, этот Ильин какой-то читает масонов. И какие-то молодчики, сурмовики пришли к нему домой. Он стал им объяснять. Они говорят, да пошел ты нах. Дали ему ногой под зад. Он обиделся, ну, философ, лучший специалист по Гегелю, и так далее. Да, тут ногой под зад как-то. Да и потом ни за что. Значит, он наоборот этих масонов разоблачал. Он обиделся, уехал в Швейцарию. Это вот его спасло. Значит, потому что он замарался, конечно, но он замарался в плане поддержки Муссолини, Франко и так далее. А так как он на немцев обиделся, то он Гитлера особенно никогда не привечал. И вот Франко был помешан на этих масонах. Он даже книгу, ее перевели, кстати, какие-то дураки русские тут издали. Значит, и он был помешан. Причем, тут тоже интересная история. Центром, значит, антикоммунизма после победы советской власти были две страны. Бельгия и Швейцария. Там были определенные центры. Вот самый большой центр был в Швейцарии. Он называется Лига Абера. Значит, и вот эта лига, там участвовали русские эмигранты, и она издавала такой журнал, где пропагандировала идеи, что вот масоны сейчас захватят все, там все, кирдык, за ними стоят большевики, они ходят с ножами в зубах. Вот так и так их рисовали с ножами. Я пробовал, очень неудобно, кстати, ходить с ножом в зубах, да, можно порезаться и губу, и так далее. То есть, это выдумка очевидная. Вряд ли ходили. И, значит, и рассылали каким-то людям, вот интересная уже тогда была, да, вот пиар это все, они вычисляли каких-то молодых людей, которые потенциально могли вот сделать карьеры. И рассылали им бесплатно этот журнал. И в том числе, под эту рассылку попал Франко, молодой офицер. То есть, уже было понятно, что у него там не совсем понятное происхождение, не совсем арийское, так скажем. И он, для него это был больной вопрос, и он вот на этом деле вот поехал, Франко. Опять же, обратите внимание, то есть фашисты, они были врагами масонов. И, как известно, после победы Народного фронта в Испании началась гражданская война. Масоны поддержали республиканцев, то есть тех же, кого и мы, власти. Масоны там были, ну, часть руководителя, правая часть социалистической партии, и республиканцы, они были президентом, ассаней, а другие, они были масоны. Это все знали. В то время, в общем-то, все знали, кто масон, кто не масон. И что интересно, а Коминтерм прислал туда несколько смотрящих. Там венгер такой, Эрнегирё, потом болгарин, Стоян Минев, там еще вот этого, Турелехина туда послали, зятя Кусинена. Туда вообще послали много вот этих людей, которые руководили вот этой боевой антипересказой. Они все туда поехали. И, ну, потому что, как бы, это готовилось на час икс, и вот этот час икс начался в Испании. Их туда послали. 40 тысяч боевиков со всего мира. Ну, главным был Пальмира Тольятти, лидер итальянских коммунистов. Очень тоже мутный человек. А этот Тольятти, после окончания этого дела, он там, ну, это долго, чудом, короче, спасся, вернулся и написал отчет. И там пишет, что основная причина, это то, что масоны перестали поддерживать республиканцев. А почему? Потому что масоны поняли, что в случае победы республиканцев там установится советская власть. Что во главе республиканцев становятся те социалисты, которые готовы сотрудничать с коммунистами. И вместе они после победы возьмут власть. И будет то же, что в Советском Союзе. И масоны перестали поддерживать республиканцев. Это, извините, в архиве, вот тут рядом с нами, находится этот документ, он опубликован. И все, каждый может... Уж Пальмиро-Тольятти, ну, никак не назовешь помешанных на масонах. Понимаете? Да, да, понимаю, понимаю. И тут другой еще вопрос. Вообще, масонство, оно изначально было враждебно революционерам. Никто не обращает внимания. Вот когда Карл Маркс создал вот этот свой рабочий интернационал с Энгельсом, вот был Союз коммунистов, Союз отверженных, потом они создали свой первый интернационал. Там образовалась оппозиция. И началась грызня. И они его попытались развалить. Ну, развалить полностью не удалось, но, конечно, они его обескровили. Это факт. Кто? Масоны. Мне скажут, ну, какие масоны нахрен? Это анархисты были, Бакунин, его, значит, организация, там, Альянс, как там назывался. Нет. Эти люди были все масоны. Да, они были анархисты, но они были и масоны. Между масонами и анархистами существует очень честная связь. Почему? Потому что масоны, это разные люди по идеологии, но масоны говорят, они нам не опасны. Но их можно использовать для подрыва вот этих опасных марксистов, ленинистов, сталинистов. Вот эти нам опасны. А этих дурачков мы можем поддерживать и использовать. Что они сделали? И в 70-е, 80-е годы они нанесли первому Трансалу огромный ущерб. Он не смог реализоваться. После смерти, особенно, уже Энгельса, абсолютно. Значит, и... А эти анархисты сразу же куда-то сгинули. Вот они и сами ничего не сделали, и этим помешали. Возникает вопрос, а как это так получилось? А так и получилось, что масоны стояли за спиной вот этого всего действия. Казалось бы, у масонов и анархистов, у них есть, конечно, пересечения. Борьба с религией, борьба с Богом. Значит, ну, всемирное братство, там, значит, прогресс и так далее. Но это, знаете, общие слова. На самом деле, если так взять вот этих анархистов, кто это анархист? Это дурачки. Это люди от рождения, рожденные дурак. Это люди разные. Один умный, другой дурак. Вот дурачки, которые являются врагами власти, они становятся анархистами. Умные становятся марксистами, ленинистами, сталинистами. И вот эти дурачки, они, конечно, страшно радикальные. Они тоже за всемирное братство, за мировую революцию. Но они не понимают, что люди не пойдут за этим вот так сразу. Что нужен какой-то переходный этап. Какое-то социалистическое государство. Чтобы какая-то власть. Потому что, я помню, был фильм про Махно какой-то, не помню, про Фрунзе. Там Махно. И он кричит, мой идеал, чтобы, значит, кругом росла трава и ходили свободно голые кони и женщины. Извините, это хулиганство какое-то? Какие женщины голые? Значит, и вот именно дурачки, как этот Махно же был дурачок. Натуральный дурачок. Да, дурачок он может в каких-то вещах преуспевать. Вот, скажем, какой-то умный, скажи ему, гвоздь прибей. Как он себе пальцы так разобьет, что на всю жизнь калекой останется. А дурак, он может гвоздь прибить с одного удара. Но это не значит, что он умный. И вот среди этих анархистов, вот в основном, вот эти дурачки и собрались. Масоны их используют. Используют для того, чтобы развалить реальное движение. Чтобы направить его по ложному пути. И они очень много это сделали. Во времена Карла Маркса и Энгельса. Потом они это очень сильно делали в начале 20 века. Они стали... Особенно это было во французском движении. Французское движение, оно было эталоном. Вот у нас, как бы в России, Ленин. Ленин, он был по натуре германофил. То есть, это какой-то инопланетянин, прилетевший с планеты, где говорили на немецком языке. Он как-то вот... И вроде в Германии немного-то и жил. Но он как-то вот любил все немецкое. Может быть, потому что у него предки немцы. Не знаю. Значит, и французское движение, оно было более мощным. И вот масоны сделали все, чтобы это движение социалистическое не то, что развалить, а пустить по пути сотрудничества с буржуазией. Вот с чего началось предательство. Предательство... Ну, все скажут, что вот в Германии появился Бернштейн, который сказал, что движение все, там, а социализм это там, победа это ничто. Нет. Во Франции один из лидеров соцпартии, Александр Мелеран, вошел в правительство буржуазное. Масоны все делали для того, чтобы их втащить в буржуазную власть. И, по сути, что такое масонская ложа? Вот у меня друзья во Франции, я как-то с ними разговаривался, и я говорю, слушайте, а правда, что у вас тут масоны? Говорят, шут, смеешься. Говорят, в любой мэрии, в любой деревне. Сидят, днем орут, кричат, хватают за горло, вот так пытаются порвать человеку это. А ночью, вечером, собираются в этой своей масонской ложе, пьют кофе или кофе, значит, мне нравится больше кофе, значит, обсуждают все вопросы, договорники, решала, маржа, все разошлись по-хорошему. А днем опять собираются, вот так рвут друг другу горло. Я говорю, неужели это, он говорит, да любой дурак это знает. Ну, просто говорит, нет смысла об этом говорить, потому что тебя начнут чморить, преследовать и так далее. И тогда было то же самое. Вот эти масонские ложи, они, это было средство господства буржуазии над рабочими и другими, значит, трудящимися. Там, это средство, где вот эти социалисты, лидеры рабочих, они покупались. Потому что вот они, ну, простой рабочий, вот он сидит вместе с министром, вместе за одним столом, пьет кофе или кофе, значит, да, и решают такие вопросы судьбы страны, да. В кавычках решают. Да, да, да. Это очень удобная форма для вот манипуляции. Масоны это манипуляторы. Их цель, ну, не то, что они говорят, там, прогресс, просвещение, гуманизм, раб. Где это достигнуто? Где? Покажите. В какой стране вы это сделали? Это все бла-бла-бла. Их цель держать быдло в подчинении, чтобы оно не вырвалось на волю и копытами не потукало господ. Поэтому они используют вот такие вот, как анархисты и прочие дурачки, манипулируют. И, кстати, что интересно, что вот эти промасоненные кадры во Франции, они потом, во время войны, стали коллаборационистами. Они поддерживали Гитлера.